Ведущие цирковые династии, Запашные и Нестеровы, сегодня объявили о разрыве отношений с Росгосцирком. С этой организацией они были связаны на протяжении нескольких десятилетий, еще с советских времен. Но возникший в последнее время конфликт оказался неразрешимым. Все идет к тому, что, как при разводе, придется делить имущество и, главное, животных. Ольга Стрельцова разбиралась, какая кошка пробежала между Росгосцирком и артистами. Неужели последний раз на арене? Знаменитый номер «Тигры на зеркальных шарах». В ряду многочисленных конкурсов продолжатель знаменитой династии, дрессировщик Мстислав Запашный, не успел уволиться из Росгосцирка, как ему тут же пригрозили отобрать любимых животных, мол, задолжал руководству. У нас есть определенные претензии к Нестерову и Запашному, потому что Нестеров задолжал нам 9,5 миллионов рублей, а Запашный 6 миллионов 300 тысяч в результате своей работы в качестве индивидуальных предпринимателей. Росгосцирк намерен подавать иск в суд, а уволившиеся дрессировщики с его трактовкой происходящего не согласны. Долг перед Росгосцирком на сегодняшний день, то, что подписано мной, моей рукой, что я обязуюсь выплатить, я не отказываюсь, 3 миллиона 960 тысяч, но это все было сделано под воздействием силы. Димарш целого ряда сотрудников Росгосцирка вызвал большой переполох. Оказалось, что за пределами манежа происходят жуткие вещи. По словам дрессировщиков, персонал необоснованно сокращают. Некому следить за львами и носорогами. На проблемы не реагируют, тиграм в клетках мясо не докладывают. Хоть и говорят, что Росгосцирк заботится о животных, заботится обо всем, с марта месяца, я уйдя в отпуск, не получаю, моих животных не кормят. Вот, с марта месяца мы кормим их сами. Если в результате конфликта животных действительно отберут у дрессировщиков, интересно, кто и на какие средства будет их кормить. Говорят, даже люди с трудом выживают на причитающиеся от Росгосцирка гонорары. Хищников укращают, а с руководством найти общий язык так и не могут. Если Нестеров и Запашный согласятся погасить свои долги, это фактически долги, они действительно есть и ничего не придумано. А в таком случае мы, я думаю, решим вопросы с животными и с долгами разойдемся миром. Я вхожу в клетку каждый день, в день по два раза, утром и вечером, рискую жизнью. Это моя профессия, я ее люблю, обожаю, я от этого не откажусь никогда. И получаю 4 600 за выступление. В месяц у меня получается 96 тысяч при норме 20 спектаклей. Теперь вы можете узнать, наверное, у руководства главка, сколько у них получает обыкновенный начальник отдела. Сколько получает начальник отдела, публике, по большому счету, неинтересно. Ей праздник подавай. Артисты десятилетиями колесят по городам и весям, восхищая взрослых и детей. А куда теперь уедет цирк? И главное, в каком составе, неизвестно.